Мне нужна дорогая камера, ведь я хочу получать красивые кадры. Хочу, чтобы мое видео заметили, чтобы просмотров было больше. Если будет дорогая камера, то меня будут уважать и считать крутым спецом. Такие мысли по-любому возникали у каждого творца. Но вот загвоздка. Для того, чтобы снимать интересные работы, которые привлекут внимание зрителей, хватит сейчас даже телефона. Вот тебе несколько примеров блогеров. У них тысячи, миллионы просмотров, а снимают они эти видео не на Алексу или Ред. Порой даже в одиночку, без команды. Или вот картина «Детонатор», которая стала одним из лучших инди-фильмов в 2000-е. Ее режиссер Шейн Карут снял вообще на старенькую пленочную камеру. И это был первый его фильм. Подобный путь прошли многие успешные сейчас кинематографисты и блогеры. Так что дорогое оборудование – это не панацея. И я тебе сегодня это докажу и расскажу три вдохновляющие истории. С тобой Слава Хохлов. Погнали. Кристофер Нолан. Невозможно сейчас не знать это имя. Всего за 15 лет работы в кино, Нолан прошел путь от малобюджетных независимых фильмов до работы над крупнейшими блокбастерами. Начало. Темный рыцарь. Довод. Опенгеймер. Названия этих фильмов навсегда отпечатались в истории кино. Когда Нолану было 7 лет, он впервые увидел «Звездные войны» Джорджа Лукаса. И это так его вдохновило, что он увлекся кинематографом, снимая любительские фильмы на отцовскую дешевую камеру. Его героями были игрушечные солдатики, а истории уже тогда были фантастическими. Так продолжалось и до колледжа. Изучая английскую литературу, он параллельно снимал небольшие короткие метры. В них Нолан соединял в себе несколько ролей, был сценаристом, продюсером, режиссером и оператором. Эти фильмы можно найти даже в интернете. Например, «Тарантелло», «Воровство» и «Жук скакун». Для меня, все, что я делал для камеры, для сферы, для сферы, для сферы, для сферы, для сферы. Все, что я делал для сферы, для сферы, для сферы, для сферы. Именно на них он оточил свои навыки и с минимальным бюджетом в 6000 долларов в итоге снял с друзьями свой первый полнометражный фильм «Преследование». И эта картина сразу же обратила на себя внимание не только любителей кино, но и представителей голливудских студий. Фильм был отмечен на ряде международных кинофестивалей. Еще до его выхода на экраны и завоевал Нолан достаточно доверия, хоть и фильм был снят на крайне небольшой бюджет. Студии настолько доверились видению молодого режиссера, что дали ему на съемки следующего фильма 5 миллионов долларов. Им стала картина «Помни». Именно она принесла Нолану множество наград, включая номинацию на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий. Эти два фильма стали отправной точкой Нолана в Голливуде, и все благодаря его уникальному стилю и захватывающей интриги в его историях. Продолжение следует... Успех. 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 Нолан на своем примере доказал, что не нужно бояться начинать с малого и выжимать максимум из ограниченных ресурсов. Ведь если идеи и сценарии цепляют, то история понравится зрителю, и не важно, насколько была профессиональная камера, на которую эту историю снимали. Этот тезис доказываем и мы на нашем закрытом бесплатном мастер-классе по созданию киношной картинки. Он пройдет совсем скоро. Там я поделюсь с тобой крутой информацией, как добиваться киношной картинки, даже если у тебя нету бюджета на дорогую технику, нет команды и красивых локаций. Как даже самый плохой материал спасать и делать его в итоге кинематографичным. Поговорим про все, что касается создания этой киношной картинки. Препродакшн, продакшн и монтаж. Записаться на мастер-класс ты можешь по ссылке в описании, но мы продолжаем. Следующий пример, наверное, самый известный оператор в мире, Роджер Диккенс. Он с самого детства проявлял интерес к живописи, кино и фотографии, и уже тогда знал, кем хочет стать. Его первые шаги в индустрии были сделаны семейной камерой, с которой он начинал снимать картинтажные фильмы и экспериментировать с различными техниками съемки. И больше всего он любил фотографировать, причем только в ЧБ. «Меня всегда привлекала и простота черно-белого изображения», объясняет Диккенс. Цвет может быть привлекательным и ярким, но он может также отличь внимание от самой сути. Он может усложнить изображение, а я всегда стремлюсь к простоте. За три года в школе кино Диккенс снял 15 фильмов, один из них «Жестокая страсть» и «Вавилонской башни». Но после обучения 7 лет работал по большей части над документальными фильмами для телевидения. И всем начинающим операторам советую сначала снимать документалки. А дальше съемка огромного числа фильмов. 1984, Сит и Нэнси, «Бегущий по лезвию». За всю карьеру он снял больше 70 картин. И хоть не каждый фильм в начале пути стал успешным, его постоянное стремление к совершенству, упорство, исследование новых подходов к съемке и вниманию к деталям принесли ему спустя года два Оскара за лучшую работу оператора и мировую известность. А все начиналось с простого желания и камеры родителей. А вот как получить популярность, если ты неизвестный кинематографист, который родился в небольшой стране или городе. Вот пример греческого режиссера Йоргаса Лантимаса. Фильмы, которые, может быть, и не собирают огромных касс, но тем не менее каждый раз громко обсуждаются на кинофестивалях. Его старт в карьере начался со съемок музыкальных клипов, рекламы и танцевальных роликов. Параллельно Лантимас начал снимать на дешевое оборудование небольшие низкобюджетные фильмы, которые отличались своей эксцентричностью, провокационностью, черным юмором и нестандартным подходом к сюжетам. Спустя 10 лет съемки коротких форм, Лантимас, как и Нолан, на карманные деньги снимает с группой друзей первый полнометражный фильм Кинета. Он был показан на кинофестивалях в Торонто и Берлине и получил признание критиков. Это будет просто быть что-то, что-то связанное, как и для фильма. И это не произошло за час, как я сделал мой первый фильм. фильм. I did that after, you know, years of making commercials, and I was quite lucky to start directing commercials very young, so I became very proficient technically, and, you know, we reached a point where we realized that we don't really need much to make a film, you know, being, you know, comfortable with the technical aspect of it, so that's how we decided to just go and make a film. Just, you know, five people, friends from making commercials, we also were earning, you know, money, so we could even, you know, pay for some of the stuff, pay for a film stock and food for the actors, and everything else was borrowed, and so you can just go and make a film, and that's how we started making those first films in Greece. Но ключевым моментом становится успех второго фильма режиссера. Его полнометражный фильм «Клык» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, а затем многочисленные награды и номинации на фестивалях по всему миру. Хоть он и был снят на очень маленький бюджет, и это видно по качеству картинки, но благодаря своему оригинальному сюжету, философским аспектам и глубокому символизму он смог привлечь внимание критиков. И так происходит со всеми следующими фильмами режиссера. «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Фаворитка» и недавний фильм «Бедные несчастные», за который дали Оскар Эми Стоун в этом году и статуэтку за лучшие костюмы. Лантимас использует мифы, метафоры, символы, создает иной мир на экране, совершенно абсурдный, но этим и цепляющий. Он не боится делать свои фильмы провокационными, и поэтому они обсуждаемы по всему миру. Именно это смелость и упорство позволили ему выйти на мировой уровень, хоть он сам и начинал со съемок рекламы, клипов, коротких метров, на недорогие камеры и с командой друзей. Датский режиссер Ларс фон Клиер также смог выйти на мировой кинематограф не сразу. Еще в юности он начал снимать свои первые короткометражки, и все они были сняты на дешевую камеру. Или взять блогера-миллионника Кейси Нецета. Он также начинал свой путь с обычной блогерской камеры в руках, и все же получил известность за счет своего таланта в монтаже и способность создавать интересный контент внутри. Если посмотреть на путь Творца, то он у всех один и тот же. Все мы всегда начинаем свой путь в одиночку. Потом появляется очень небольшая команда, собранная из друзей, вы делаете любительские работы, какие-то не выстреливают, какие-то да, и вас наконец замечают. Мы прошли то же самое, и всегда находимся в поиске крутых людей в команду, у которых горят глаза от того, что они делают. Поэтому, если ты монтажер, оператор, сценарист, копирайтер, креатор, или вообще из сферы маркетинга и продаж, и хочешь с нами работать, то пиши нам. Внизу под видео есть ссылка на анкету, заполняй ее, и мы с тобой свяжемся. Страсть к делу, талант, упорство и необычный подход могут помочь даже самым начинающим Творцам добиться успеха в этой индустрии. И для этого не обязательно иметь дорогой сетап, огромную команду профессионалов и большой бюджет. Надеюсь, этот выпуск тебя вдохновил и зарядил на новые творческие проекты. А мы прощаемся, спасибо тебе за просмотр и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok